В Айфу за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. ДНР приступило к демонтажу объектов военного назначения на участке отводов вблизи Петровского. В Минстрое заявили, что зарплата работников ЖКХ увеличилась в среднем на 34%. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив под территорией ДНР шесть единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики ВСКК. Под огнем украинских силовиков оказались Жабичево, Ясиноватая, район Вольвоцентра, Коминтерновая, Петровская. При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Народная милиция ДНР приступила к новому этапу разведения сил и средств на участке Петровская-Богдановка, демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Процесс предполагает также ликвидацию невзрывных заграждений в зоне отвода войск. За мероприятиями наблюдают сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В свою очередь, украинская сторона «Зеркальна» с Донецком начала демонтаж оборонительных сооружений на участке разведения сил и средств. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Он добавил, что процесс продлится до 4 декабря. Работникам предприятий коммунального хозяйства увеличили должностные оклады в среднем на 34%. Об этом заявил министр строительства ЖКХ Сергей Наумец. Он отметил, что руководителям всех подразделений ЖКХ была поставлена задача проинформировать Минстрой о повышении должностных окладов рабочим до 25 ноября. Данные уже предоставлены и, опираясь на полученную информацию, можно заявить, что по состоянию на сегодняшний день поставленную задачу выполнили примерно 97% предприятий хозрасчетной формы ведения хозяйства – 58,6%. Должностные оклады сотрудников этих предприятий увеличили в среднем на 33,9% по рабочим специальностям. При этом два предприятия по вывозу ТБО в Старобешевском районе зарплаты работникам пока еще не проиндексировали. Поступающие средства идут на погашение образовавшейся ранее задолженности по зарплате. После ее выплаты и планируется повышение. В другом случае предприятие отчитало, что средства пошли на закупку ГСМ, иначе ни за что будет работать. В дальнейшем ситуация там будет скорректирована.